Всем привет! В этом видео я вам покажу и объясню, как связать теплый красивый снуд. Мастер-класс очень подробный и попетельный. Под видео будут установлены тайм-коды, по которым вы легко можете перейти в любой этап обучения. В комплект к снуду у меня на канале Душевное Рукоделие есть подробное описание вот таких красивых варежек. Ссылка есть вверху и под видео. И есть описание такой вот теплой шапочки. Также на моем канале есть и подробный мастер-класс на этот узор. Ссылка также есть вверху и внизу под видео. Вязала я из пряжи Нака в две нити. Цвет пряжи под номером 10639 в 100 граммах 200 метров. 25% полиамида и 75% шерсти. На вязание снуда у меня ушло 90 грамм. Вам понадобится счетчик рядов, но он не обязательный. Если есть, то будет хорошо. Сантиметровая лента, маркер, ножницы. И для набора петель нам понадобится спицы 3 мм, леска 60 см. А для основного узора нам понадобится спицы 4 мм, длина лески 40 см. Вы можете использовать разную длину лески или же вязать челочными спицами. Для начала вам нужно связать узор. По нему у меня есть подробный мастер-класс. Ссылку прикреплю в описании под видео. Рапорт узора составляет 6 петель в длину и 4 ряда в высоту. Чтобы определить сколько петель нам надо набрать, для этого нужно рассчитать сколько петель в 1 см узора. Для удобства я отмечаю булавкой границы, внутри которых я буду измерять. Узор хорошо тянется, поэтому когда я измеряла, я его слегка растянула. У меня получилось 12 петель, это 9,5 см. И я 12 петель делю на 9,5 см. У меня получается 1,26 петли в 1 см узора. Теперь нужно измерить обхват головы. У меня 57 см. И чтобы определить сколько нам надо петель, нужно 57 см умножить на 1,26 петель. Получается 72 петли. Я буду набирать фабричным способом, используя дополнительную нить. Для этого метода я буду использовать спицы на размер меньше тройку и с леской 60 см. Вы можете вязать пятью спицами чулочными номер 3, либо взять леску меньше, также спицами номер 3, леску 40 см или 80-100 см. Там уже будет немного сложнее дольше вытягивать. Я буду использовать 60 см леску. Нам нужна дополнительная нить, она у меня будет зеленого цвета, и основная нить. Значит, в правую руку я беру спицу и зажимаю дополнительную и основную нить. Далее соединяю указательный и большой палец и пропускаю их, опускаю пальцы между нитями, раздвигаю, захватывая нить, каждый свою. Большой палец захватывает дополнительную, а указательный захватывает основную нить. Начинаем набор петель. Значит, я буду набирать в два раза меньше петель для фабричного набора. То есть, если мне надо 72 петли, то в два раза меньше это будет 36 петель. Значит, набираю 36 петель и плюс одну петлю для соединения вязания в круг. Завожу спицу снизу вверх в петлю большого пальца. Далее захватываем основную нить от указательного пальца. И спицу опускаю в петлю большого пальца. Снимаю нить с большого пальца и затягиваю. Первую петлю мы сформировали. Повторяем. Завожу спицу в петлю большого пальца снизу вверх. Захватываю основную нить от указательного пальца. Опускаю в петлю большого пальца. Снимаю нить и затягиваю. захватываем дополнительную нить основную снимаем большого пальца и затягиваем так мы вяжем самостоятельно каждое свое количество петель набрала 36 петель и плюс одну петлю для соединения вязания в круг и обратите внимание значит кончик дополнительной нити короткий начале вязания а заканчиваем конец вязания мы оставляем нитку длиннее это нам нужно для того чтобы знать где начало ряда а где конец ряда разворачиваем вязание теперь где в примерно посередине нужно вытащить леску вот то есть у нас нить отходит от правой спицы а левую мы вводим вовнутрь правую вытягиваю берем основную нить и продолжаем также вязать спицами 3 миллиметра перед началом вязания нам нужно выправить все петли чтобы они не были прокрученные и чтобы бороздки находились внутри первую петлю мы просто переснимаем перед ней стоящую петлю мы надеваем на переснятую петлю то есть соединяем в круг вязание значит также мы вставляем левую спицу правую вытягиваем вот теперь мы начинаем вязать вяжем первый предварительный ряд делаем накид и следующую петлю нам надо провязать лицевой и смотрим как мы будем провязывать лицевую вот раз если рассмотреть петлю у нее есть левая стенка правая стенка мы провязываем лицевые и изнаночные петли за правую стенку соответственно правая стенка она находится ближе к нам и поэтому мы ее будем провязывать за переднюю стенку делаем накид и также смотрим значит петля у нас расположена правая стенка впереди и поэтому мы провязываем за переднюю стенку лицевую накид делаем и повторяем лицевую за переднюю стенку так провязываем до конца этой спицы дальше покажу вам как надо вязать довязала до конца спицы вот последнюю провязываю лицевую на этой спице далее мы разворачиваем вязание и вот левую спицу мы вводим вовнутрь у нас кольцо такое образовалась правую вытягиваем продолжаем также вязать накид и лицевая вяжите самостоятельно до конца вот я довязала 1 предварительный ряд подтягиваем конце нити далее разворачиваем вязание лице левую спицу вводим вовнутрь правую вытягиваем берем нить и вяжем второй предварительный ряд 1 это у нас накид накид мы провязываем изнаночной нить у нас перед спицей вводим спицу накид захватываем нить от клубка вытягиваем петли снимаем со спицы и затягиваем далее нас лицевая и и мы не будем провязывать лицевой а просто снимаем нить от клубка за спицей далее изнаночная провязываем нить у нас идет перед спицей провязываем изнаночную лицевую мы просто переснимаем нить у нас находится за спицей 5 изнаночную провязываем за переднюю стенку лицевую мы просто переснимаем нить у нас за спицей так мы вяжем до конца ряда я провязала второй подготовительный ряд и теперь я буду вязать основной узор правую уже не вытаскиваю спицу а буду использовать спицу 4 миллиметра я закреплю маркер можно было надеть маркер на спицу но так как я буду сейчас провязывать другой спицей и у меня здесь маркер не будет закреплен он будет выпадать поэтому я его в этом ряду закреплю а уже в следующем я ему просто надену на спицу значит раппорт узора у нас составляет 6 петель и 4 ряда первые четыре ряда в начале провязывания узора у нас будет подготовительные эти четыре ряда будет навязываться по-особому мне понадобится счетчик рядов он нужен для того чтобы отмечать какой ряд узора сейчас провязываем это очень удобно если его нету ничего страшного 1 подготовительный ряд первом ряду нас идут изнаночная лицевая изнаночная и 3 лицевые вот петля у нас стоит из левой стенки и правой стенки сейчас правая стенка она находится за спицей поэтому мы будем изнаночную вязать за заднюю стенку вводим спицу за заднюю стенку петли захватываем нить от клубка вытаскиваем ее снимаем со спицы и затягиваем далее у нас идет лицевая мы ее правая стенка вот у нас левая вот правая стенка правая стенка у нас расположена перед спицей поэтому мы провязываем за переднюю стенку петлю лицевую далее у нас изнаночная правая стенка находится за спицей поэтому за заднюю стенку провязываем изнаночную петлю и далее провязываем 3 лицевые у нас правая стенка вот она правая стенка находится перед спицей мы ее провязываем за переднюю а здесь уже правая стенка улиц петли расположена за спицей поэтому лицевой мы провязываем за заднюю стенку в этой петли правая стенка расположена впереди поэтому мы лицевую провязываем за переднюю стенку далее рапорт повторяется изнаночная лицевая изнаночная и 3 лицевые изнаночная за заднюю стенку лицевая за переднюю стенку изнаночная за заднюю стенку и 3 лицевые 1 лицевая за переднюю стенку 2 лицевая за заднюю стенку и 3 лицевая за переднюю стенку так мы повторяем до маркера я довязала 1 подготовительный ряд узора 2 подготовительный ряд значит маркер я пересняла надела на спицу и здесь мы уже вяжем во втором ряду мы вяжем по рисунку изнаночная лицевая изнаночная и 3 лицевые изнаночная за заднюю стенку лицевая за переднюю стенку изнаночная за заднюю стенку и 3 лицевые за переднюю стенку так мы вяжем до маркера вот и провязала 2 подготовительный ряд поначалу когда вы будете вязать с леской 40 сантиметров кругового вязания вам надо будет вытягивать леску иначе неудобно будет вязать а после того как будет провязана несколько рядов там уже будет вы будете просто уже вязать по кругу и и не надо будет вытягивать так плеску то есть либо вытягиваете самом начале леску либо здесь где-нибудь полотне вытягивайте леску третий подготовительный ряд мы вяжем также изнаночную лицевую изнаночную 3 лицевые но в одиночную лицевую которую между изнаночными нигде 3 лицевые а вот именно одиночную лицевую каждом рапорте в первом и в третьем ряду узора будем провязывать на ряд ниже сейчас покажу сейчас у нас третий ряд и мы ее вяжем так значит первую петлю мы провязываем изнаночную за заднюю стенку и вот лицевая мы немножечко можем раздвинуть петлю чтобы ее видно было и видите вот наряд ниже петля и вот в эту петлю мы вставляем спицу и захватываем нить вытягиваем и снимаем спицу у нас столбик вот из-за лицевых одиночных петель он у нас будет объемный такой красивый поэтому мы лицевые так провязываем далее изнаночную за заднюю стенку 3 лицевые просто провязываем за переднюю стенку и повторяем изнаночная лицевая на ряд ниже у нас это одиночная лицевая на ряд ниже вот мы ее раздвинули вставляем спицу вытягиваем нить снимаю петлю со спицы и затягиваем изнаночная и 3 лицевые за переднюю стенку так мы провязываем до маркера я провязала подготовительный третий ряд и теперь уже не надо будет не надо вытаски вытягивать спицы теперь уже можем спокойно вязать по кругу четвертый подготовительный ряд мы просто вяжем по рисунку изнаночная лицевая изнаночная 3 лицевые изнаночная лицевая изнаночная 3 лицевые так вяжем самостоятельно до конца далее покажу как вязать я провязала 4 подготовительный ряд и теперь мы вяжем узор первый ряд раппорта узора изнаночную провязываем одиночную лицевую первом и в третьем ряду будем провязывать на ряд ниже так и раздвинуть что видно было и вот самую верхнюю дырочку мы вставляем спицу захватываем нить вытаскиваем и затягиваем изнаночная теперь трех лицевых мы находим вторую лицевую и находим четвертую дырочку вставляем туда спицу раз два три и вот четвертая дырочка мы в нее вставляем захватываем нить от клубка затягиваем достаточно длинную нить дай провязываем 3 лицевые за переднюю стенку и в эту же самую дырочку мы вставляем спицу захватываем нить вытягиваем старайтесь вытягивать одинаковой длины нити и повторяем изнаночная за заднюю стенку лицевая на ряд ниже изнаночная у 2 лицевой находим четвертую дырочку раз-два-три-четыре вставляем спицу вытягиваем нить провязываем 3 лицевые в эту же дырочку вставляем спицу захватываем нить вытягиваем все и раппорт у нас закончился далее вы провязываете самостоятельно до маркера провязала первый ряд раппорта узора второй ряд второй ряд вяжем все по рисунку изнаночная за заднюю стенку лицевая изнаночная за заднюю стенку вытянутую петлю переснимаем 3 лицевые за переднюю стенку вытянутую петлю переснимаем и далее повторяем все так же до маркера я довязала второй ряд узора третий ряд изнаночная лицевая на ряд ниже изнаночная переснимаем вытянутую петлю провязываем лицевую и вытянутую петлю одеваем на провязанную лицевую лицевая и третью лицевую мы провязываем вместе с вытянутой петлей за переднюю стенку и повторяем изнаночная лицевая на ряд ниже изнаночная переснимаем вытянутую петлю лицевая переснятую вытянутую петлю одеваем на лицевую провязанную лицевая и третью лицевую мы провязываем за переднюю стенку вместе с вытянутой петлей далее мы все повторяем до маркера я довязала третий ряд теперь переходим к четвертому ряду в четвертом ряду мы все вяжем по рисунку изнаночная лицевая изнаночная и три лицевые так мы повторяем до маркера я закончила четвертый ряд узора на этом этапе я буду убирать дополнительную нить чтобы была возможность померить шапку сейчас мы будем распускать дополнительную нить вот смотрите у нас здесь короткий конец дополнительной нити и длины короткий конец это у нас начало ряда а длинные это у нас конец ряда мы будем распускать начнем распускать с короткого конца там где у нас было начало ряда и когда мы все вот это распустим у нас будут образовываться вот такие петли не закрыты и мы их будем вытягивать вот вытягивать то есть вот этот кончик вот у нас будет выходить и вытягиваться и вытянется он где-то у нас здесь будет поэтому нужно сейчас найти где крайняя петля за которую мы будем тянуть вот если вы потяните вот эти бороздки если за вот например за вот эту потянуть вот вот она тянет то есть вот еще одна есть бороздка значит вот а если за вот эту бороздку потянуть получается она уже уходит в само полотно вот она у нас крайняя бороздка вот здесь будет выходить у нас вот эта вытянутая нить мы повешаем маркер чтобы нам знать что здесь у нас крайняя петля за которую мы будем тянуть и будем распускать дополнительную нить мы ее так просто вытаскиваем вот мы распустили дополнительную нить и у нас здесь образовались такие петли и мы сейчас будем вытягивать эти петли вот там где у нас была петля мы за нее тянем и вот такой край у нас получается он хорошо тянется и так значит мы провязали 4 ряда подготовительных и 4 ряда основного узора далее раппорт узора повторяется первый ряд изнаночная за заднюю стенку лицевую провязываем на ряд ниже изнаночная за заднюю стенку лицевой раз два три четыре четвертую вставляем спицу вытягиваем петлю и провязываем 3 лицевые в эту же самую дырочку вставляем спицу вытягиваем петлю далее раппорт повторяется довязала я первый ряд второй ряд раппорт узора во втором ряду мы провязываем по рисунку изнаночная за заднюю стенку лицевая за переднюю изнаночная за заднюю переснимаем вытянутую петлю 3 лицевые за передние стенки переснимаем петлю и далее провязываем по рисунку вот мы провязали второй ряд теперь вяжем третий ряд узором изнаночную за заднюю стенку лицевую на ряд ниже провязываем изнаночную за заднюю стенку переснимаем вытянутую петлю провязываем лицевую и надеваем сверху на провязанную лицевую петлю лицевая петля и провязываем вместе лицевую и вытянутую петлю далее также повторяем до конца мы провязали третий ряд теперь вяжем 4 ряд четвертом ряду мы все мы можем по рисунку изнаночная лицевая изнаночная и 3 лицевые так вы вяжете до конца ряда до маркера и вяжите на нужную вам высоту я связала снуд вот такой красивый он получается высота снуда 13 сантиметров 9 раппортов узора сейчас я буду эластичным способом закрывать петли для этого мне понадобится спица на один размер меньше я буду использовать те же спицы которыми делала набор первая петля изнаночная мы ее также провязываем изнаночной за заднюю стенку далее мы делаем накид но чтобы определить с какой стороны мы делаем накид для этого нужно посмотреть какая у нас следующая петля следующая петля у нас идет лицевая мы начинаем провязывать ее за переднюю стенку и соответственно накид мы также делаем за переднюю стенку провязываем лицевую за переднюю стенку и этот накид надеваем сверху на провязанную лицевую и первую петлю мы также одеваем на лицевую у нас должна остаться на спице одна петля следующая у нас петля изнаночная мы ее провязываем за заднюю стенку и знаки значит захватываем мы также как и изнаночную сделали накид и теперь провязываем изнаночную петлю надеваем сверху на изнаночную провязанную петлю накид и первую петлю мы также надеваем на эти провязанные петли следующий у нас лицевая мы и и провязываем обычно за переднюю стенку и также мы делаем накид так провязали лицевую и теперь накид мы надеваем сверху на лицевую провязанную петлю и первую петлю также одеваем на эту петлю следующий у нас лицевая мы и захватываем за переднюю стенку снизу вверх где накид мы будем делать также провязываем лицевую сверху надеваем накид на провязанную лицевую и первую петлю мы также сверху надеваем на эту провязанную петлю и продолжаем лицевая у нас захватывается провязывать передней стенки и накид мы также надеваем провязываем лицевую надеваем накид и надеваем первую петлю изнаночную мы провязываем за заднюю стенку накид мы захватываем также как и провязываем изнаночную провязали изнаночную теперь надеваем накид и первую петлю мы также надеваем продолжайте самостоятельно также пока не останется одна петля вот я закончила у меня осталась одна петля отрезаем нить и вытягиваем ее так вот я ставила нить в иголку от нас идет цепочка из лицевых петель и нужно сформировать вот такую же петлю лицевую чтобы она как в продолжение было что вязание как было по кругу если мы ее рассмотрим от нее вот она стоит выходит получать начало этой петли выходят соседней петли вот снизу вверх и выходит и заходит в боковую то есть мы заходим и вот она вот выходит и мы ее также заводим и и выводим ее и обратно сюда она вставляется ну вот теперь у нас сформировалась вот то есть мы прошли насквозь вот то есть она как выглядит вот она выходит и вот сюда она заходит и дальше мы вытягиваем и она обратно входит вот сюда и мы так же здесь делали вот я просто выведу вовнутрь вот мы соединили круг здесь я сделаю узелок вот узелочек вот еще рядышком сделаю узелок еще один для надежности и дальше мы вязание прячем можно захватить заборостки можно заборостки и можно заборостки изнаночных можно заборостки лицевых нужно заборостки тех и других но я еще здесь делаю узелок и отрезаем и отрезаем также мы и прячем в начале ряда нить можем заборостки изнаночных можем заборостки изнаночных и зафиксируем делаем узелок отрезаем так вот такая у нас красота получилась он хорошо тянется края у нас эластичные и хорошо смотрится на шее в комплекте с шапочкой и Субтитры создавал DimaTorzok